Не прекращаются обстрелы на Донбассе. Боевики бьют из минометов запрещенного калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Один украинский военный получил ранение, он взорвался на взрывчатке, а сейчас он в тяжелом состоянии, но врачи борются за его жизнь. В районе Авдеевки противник трижды обстрелял наши позиции. Все подробности расскажет наш военкор Ирина Баглай. Працювали они за шестую ранку буквально 20 минут под час тумана. Над их позициями снова грохотали взрывы. Минометы боевики установили неподалеку. Скорее всего, он был тут, в лесу Смузи. Это миномет, который используется. Он переносный, 82-го калибра, так называемый, думаем, что это Васильок. Ну вот уже который день вражеские снаряды более крупного калибра все чаще перелетают через армейский рубеж. По населенным пунктам российская артиллерия бьет из гаубиц и самоходок. 122-го калибра бывало и несколько раз, что работал 152-й. То есть, какое-то планование, в этих обстрелах мы не видим, потому что огонь ведется практически по селу. Во время таких обстрелов команда личному составу в укрытие, кроме наблюдателей. Тут был обстрел миномета. Ну, неприятно было. У нас вдвоем было. Мы тоже заряжали свои боеприпасы. Ну, земля скакала. У оставшегося на посту считанные секунды, чтобы после выстрела укрыться. Вспышек от выходов, как называют выстрелы артиллерии наши солдаты, здесь не разглядеть. Орудия боевиков скрывают холмистый ландшафт и лесопосадки. Но под такие обстрелы зачастую пытаются прорваться штурмовые группы противника. Он пост не кидает в никаком случае, даже если оно будет падать по самой позиции. Потому что его же и задача выявлять, и в первую очередь, открывать огонь по противнику. Грохот от выстрелов орудий сменяет гул вражеской тяжелой техники. Танки точно были, и савушки точно были. Да, 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 то звук было слышно нормально. А наличие тяжелого вооружения на линии соприкосновения докладывает и наша разведка. Ирина Баглай, Евгений Пахальчук, Игорь Чепет. Подробности, телеканал Интер из Донецкой области.